Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта, Кухта Capital. Сегодня у нас на календаре 13 марта, не просто 13 марта, а пятница 13. Кстати, обзор, который я в последнее время делаю для компании Markets, уже было такое, что был обзор 13-го пятницы. Это уже второе, да? Интересная дата. В прошлом обзоре я говорил, что у нас, имею ввиду 13 марта, это был декабрь, кажется, вторая неделя. Говорил, что лучше не торговать на рынке. Ну, в принципе, сегодня аналогично будет, но мы сделаем разбор того, что было, тех моментов, которые стоит ожидать и так далее. Итак, давайте начнем с биткоина. Биткоин у нас достаточно интересно сходил вниз. Напомню, прошлый обзор, который я делал по биткоину, это был 6 марта, это прошлая пятница. Что я говорил в данном обзоре? Сейчас мы посмотрим картинку. Я себе подготовил картинки, которые я говорил в прошлых прогнозах, чтобы мы смогли сравнить, как отрабатываются данные прогнозы, которые отработались, которые нет. Сейчас мы это все обсудим. Итак, вот у нас подгружается первая картинка по биткоину. Это я делал скрин с прошлого обзора, с YouTube канала. Итак, что у нас здесь было? Я говорил, что если биткоин закроется ниже 9000, напомню, на то время у нас биткоин в прошлую пятницу торговался выше 9000. Вот я проводил уровень, здесь сформировалась хорошая модель в шорт, но не хватало для меня полной картины. Я сказал, что если закроется ниже 9000, то у нас цена уйдет вниз. Смотрим, что у нас произошло по биткоину. Вот так вот я вчера подготовил картинку. Вот у нас закрытие. Это было у нас положение. Сейчас посмотрим. 7 марта, то есть получается, я делал 6 марта, мы торговались выше 9000, то есть формировалась модель в шорт, но, как сказал, не хватало полной картины. Вот у нас 7, это получается, субботно. Закрываемся ниже уровня, вот сейчас увеличим. Вот закрытие ниже, и у нас сразу в воскресенье идет цена вниз. Напомню, криптовалюты торгуются с понедельника по пятницу по воскресенье, не только, потому что в некоторых брокерах есть такое, что с понедельника по пятницу только торгуются. В данном варианте тех брокеров, которые некоторые трейдеры работают, можно было заработать на понижение на прошлых выходных. И что у нас дальше произошло? Очень сильное падение, в принципе, то, что и ожидалось. Еще в районе 10 тысяч, я напомню, в прошлых обзорах, я говорил, что у нас возможно сильное снижение по данному отки. И очень красиво все отработалось. Вот я вчера опубликовал в своем телеграм-фанале данную картинку, как формировался шорт. Вот у нас также был с прошлого обзора уровень ниже 8,2701. Вот у нас также произошло дальше закрытие ниже данного уровня. Не такой красивый паттерн, более мелкий шорт. Вот и у нас дальше сходила цена ниже. Очень-очень красивые в последнее время промаливались модели по биткоину в шорт. Дальше, на текущий момент что у нас? У нас еще ночью, вчера очень сильное было падение, все там орали, кричали, там 25% биткоин снижается. И в последние несколько часов перед закрытием рынка еще продавили на несколько тысяч долларов. В моторвалиде это вроде там 6 тысяч долларов плюс-минус. И падение было практически до 4 тысяч долларов. Очень сильное было падение. Ну, в принципе, упали в такую интересную зону. 4 тысячи трендовые. Ну, это, скажем так, просто кстати, да. Что на текущий момент я ожидаю по биткоину? Вот если прогнозировать вот такие сильные падения, да, просто так я, скажем, такие моменты не советую покупать там или продавать. Я бы ожидал в текущем моменте очень хорошую протоповку. Скажем, ну вот, давайте так чуть увеличим. Вот здесь были такие сильные проливы у нас, да. Вот здесь в данном моменте вот здесь был пролив хороший и вот здесь, да. Ну, за последнее время я беру, да, проливы. И чтобы покупать биткоин с дальнейшим ростом, в принципе, я этого не исключаю. А здесь я бы ждал очень хорошей протоповки, да, вот наподобие вот этого, да. Я уже буду смотреть за, скажем, форматом данной протоповки, данного паттерна, который будет формироваться. И после этого уже буду понимать, формируется там лон или дальнейшее снижение, скажем, шорт после какой-то коррекции. Потому что у нас с 10 тысяч идет на 4 тысячи практически на более 50% мы просели безоткатно, да. Поэтому здесь, возможно, даже хороший откат с дальнейшим движением вниз или формированием лонгого паттерна. Это уже нужно по факту будет смотреть. Я думаю, что такой паттерн будет очень много формироваться. Конечно, не исключаю сильный отскок сразу, как уже видим, ночью он произошел и утром, ранним утром, да. Это возможно, потому что я сегодня также затронул S&P 500 рынок, которые тоже, возможно, будут формировать ОСКО. Так как у нас пятница, шорты будут закрываться. Уже есть данные, что в Южной Корее там есть запреты на шортовые позиции по некоторым инструментам. И в некоторых странах это тоже вводится, поэтому будут, скажем, запрещать шортить некоторые инструменты. Я не говорю, что это касается биткоина, но на таких развитых рынках, фондовых, да, какую-то часть малую могут запретить, да, в таком формате. Поэтому по биткоину я жду здесь набора позиций и уже буду по мере формирования этой позиции говорить, куда мы дальше пойдем. Вверх на 10 тысяч или будет у нас дальнейшее снижение на, скажем, обдувление биткоина, да. В таком формате. Дальше. Кстати, вот замечу, на этой неделе мы торговали именно некоторые инструменты в лонг по криптовалюте, монеты. Очень хорошо отработали в самом районе от 10 до 30% некоторые кросс-пары рынка криптовалют. Вот я в этом обзоре их не буду давать, это, скажем, закрытого канала, другого проекта. Поэтому, скажем, к сведению, что можно на падающем рынке зарабатывать и в лонг на монеты. Дальше. С биткоином мы разобрались, очень красиво отработалась идея, это мне нравится. Ждем формирования какой-то позиции и будем дальше понимать, что будет происходить. Так. Дальше. Рынок S&P 500. Что могу по нему сказать? Произошло то, что я еще с прошлого месяца, на февраля, с января, всем говорил в этой зоне, да, все так смеялись, говорили, этого невозможно. В этой зоне я последние, там, даже еще с прошлого года, с декабря, в принципе, мы с этих точек никуда очень сильно высоко не выросли. Это по чуть-чуть, я хотел небольшим объемом набирать, здесь нету сильных паттернов на шорт, но есть другие признаки на шорт, которые формировались, да, там, какие-то моменты формировались и паттерны не сильные, да, потому что, ну, был очень хороший паттерн. В январе на шорт, в декабре без паттернов на шорт и, скажем, февраль тоже очень локальный паттерн, каких-то хороших паттернов на шорт не было. Но были другие причины, это перекупленность рынка в формате сантимент рынка, я уже приводил эти данные, были, скажем, на максимумах за, скажем, последние 100 лет, такого не было. И, в принципе, что произошло у нас, падение 25% на рынке, это, давайте включим, скажем, если кто-то торговал с, скажем, с моржой, да, с плечом, мог обнулиться. Это фьючерсы, да, производные инструменты, если торговали акции с плечом, второе, третье плечо, большие просадки, это касается тех инструментов, которые торговались на максимумах, там, Apple, акции Microsoft, Amazon, Google и так далее. Есть акции, которые там торговались где-то в формате, скажем, вот, пример, вот это, да, акции Apple торгуются на максимумах, и они сейчас пошли опал. А были некоторые акции, которые торговались в таком формате, да, то у них с такого текущего ушли еще ниже. Там, акции некоторых компаний, скажем, ну, практически там торгуются возле нескольких долларов, там, 50-50 долларов, которые ранее торговались, там, на 50-70 долларов. Поэтому, скажем, что я могу сказать на сегодня, на пятницу, в принципе, у нас, как в прошлую пятницу, вот у нас даже две пятницы назад, вот у нас такой был хороший пин-барчик. Могут формировать, ребята, закрыть из своих шортовых позиций, если сегодня будут откупать очень хорошо рынок, и здесь сформируют дальше паттерн, то, в принципе, можно ожидать какую-то коррекцию после НП-500, да. Я такое, скажем, не торгую, я свои шорты уже прикрыл еще вчера, скажем, конечно, все движение не забрал, вот, последнего дня, но, скажем, вот эти все откаты, которые здесь рисовались, и шорт с хая, получалось как-то забирать. Кстати, вот на текущей неделе мы обсуждали как раз в в открытом клубе обсуждали с ребятами моменты шортов по СНП-500, вот я подготовил кокинги, чтобы не сказать в этих комментариях, секундочку, вот это немецкий DAX, это вчера, то есть, получается, в среду это делал, в среду я показывал комментарии, там мы с ребятами обсуждали, что DAX смотрится дальше вниз, дальше это золото не то, вот у нас, получается, это не то, вот, СНП-500 тоже говорил, что в шорт, это мы в среду все обсуждали, там у нас бурное обсуждение, я также говорил, не скучал за ланги, и так далее, в принципе, все пошло по плану, поэтому так как выходят обзоры по пятницам, вы можете добавляться в открытый клуб, в шапке под видео, вот ссылка, кто еще не встретил клуб, это открытый клуб, здесь есть свежие идеи, скажем, по рынку мы обсуждаем, в закрытом клубе мы обсуждаем более, скажем, интересные ситуации, это уже со своими учениками обсуждаем, ежедневно делаем обзор по рынку, поэтому, скажем, вот такие пироги. Дальше, что у нас было интересно еще на этой неделе, много чего, самое интересное это было золото, напомню, я еще с прошлых обзоров говорил по золоту, вот в этом сегменте, что по золоту аналогично сантимент находится на максимумах, все сейчас аналитики, финансовые каналы говорят, что золото будет расти на 2000 и так далее, я говорил, что я не скучаю такого, да, там ростом 1700, это еще было где-то несколько, там 4 недели назад наторвались в этом моменте, я еще предупреждал, возможен рост там 1650, 1700 и выше и так далее, но при формировании паттернов, также дивергенцией, это как дополнительный фильтр, я говорил о возможных шортах, у нас еще 2 недели назад, шорт идеи я показывал сделки, смотрим предыдущие обзоры, шорт отработался, на этой неделе, аналогично с понедельника, вот, аналогично, писал о возможных шортах, вот сделка ученика, вчера показывал, сейчас мы ее разберем, с дранус, делал сделку, очень хорошо прокатился на золоте, сейчас мы ее найдем, увеличено в формате, вот, сделка ученика, два раза шортил на этой неделе, три раза фиксировал профит, первая точка входа вот здесь, зафиксирован небольшой профит, это первая точка входа вот, 1,3 он заработал и тейк профит 2, 1,12, да, золото сейчас волатильное, поэтому там и стопы большие нужно ставить, и вторая точка входа, это в среду, тейк профит 1,8, то есть, вот, очень хороший, что из драма забрал на 2 недели назад, у нас на шутке неплохо, и на текущей неделе, вот, то, что мы обсуждали в клубе, сейчас найдем, вот, эти картиночки, так, вот, золото 9 января, это я в закрытом клубе говорил, шорт, это, получается, 9 марта, уже под вечер я писал, что рассматривает шорт по данному инструменту, снижением вниз, в принципе, зидранус у нас еще шортанул ранее, то есть, как ученик, он уже видел этот сигнал, который формируется, да, дальше у нас по золоту я писал также в среду, это, получается, я еще скрин вчера подпадал его вечером, также писал о дополнительном шорке, я не исключал лонг также, там еще переписка с зидранцем, говорил, очень осторожно с шортами, часть закрывать, переносить без убыток, потому что S&P будет валить вниз, не исключено, что золото может потянуть за собой, но, скажем, сантимент сработал на свое, и золото очень хорошо вчера пошло вниз, я уже часть закрынул, часть оставил, как всегда, посмотрим, что с этого получится, то есть, у нас уже падение, вчера было, ну, скажем, на этой неделе практически более тысячи пунктов, это 100 долларов снижение по золоту за несколько дней, как я говорил уже, что в глобальном формате я рассматриваю золото, скажем, как оно пойдет с текущих, или еще будет делать перехарить 1700-1750, но я золото в глобальном формате жду в районе тысячи долларов, да, потому что фондовые индексы будут валиться в глобальном формате, да, и золото это будет уже не как защитный актив на данный момент, это будет как обычный инструмент рискованный, из которого будут выходить. Скажем, моя точка зрения, если кто-то думает, что оно будет идти на 2000 и покупать, это ваше право, скажем, мы даем только советы, работаем со стоп-лосом, чтобы понять, если я советую какие-то шорты, они, скажем, ограничились некоторыми убытками. Это первое. Дальше. По поводу... Была дискуссия в прошлом ролике под видео компании Маркетс с одним молодым человеком под ником Красный Парше, скажем, что там, что это не работает, это не работает и так далее. То есть я написал, что я работаю на рынке сугубо под паттерном модели и дополнительно использую какие-то индикаторы. В своей торговле я дополнительно использую, скажем, индикатор МИСИДИ. Вот смотрим те прогнозы, которые я давал по золоту за последнее время у нас как на неделе, смотрите, очень хорошо отработалась дивергенция. Я говорил, что на неделе в то время у нас присутствует дивергенция, у нас уже несколько было хороших заходов вниз, хороших таких под 100 долларов под тысячу пунктов, да, это на неделю на недельном, на отневке, смотрите, вот прошлая дивергенция, которая была в, точнее, летом мы еще с учениками обсуждали вот этот момент по золоту, смотрите, вот дивергенция, которая формируется, вот, сейчас, вот у нас дивергенция, раз, да, здесь не просто под дивергенцией, я выделил, здесь был очень хороший паттер на шорт, смотрим, движение вниз произошло, раз, отработалось, дальше, смотрим дальше, где дивергенция у нас была, вот дневная, один, то есть, это пример один, пример два, вот у нас, точнее вот так, вот дивергенция два, снижение вниз, показывал в прошлой раз сделке, на текущий момент, также я говорил о дивергенции, ее немного поломали, но паттерн на вход, он появился, уже после того, после ложного пробоя, и движение пошло вниз, потому что еще в прошлую пятницу, я говорил, что золото смотрится наверх, оно, скажем, подросло, сделало ложный пробой, сформировало только после этого, паттерн на шорт, и у нас отработало, то есть, вот у нас, скажем, мы не просто используем там, ноги в ряде, и сиди не работает, возможно, для кого-то не работает, но оно используется в дополнении, если их роботно использовать, то, скажем, все на рынке работает, главное, еще дополнительно, соблюдать риск менеджмент, потому что, где-то вы вошли, скажем, на каком-то индикаторе, или даже, ну, по любой стратегии, точку входа, если вы не поставили стоп-лосс, на одной сделке, вы можете потерять депозит, поэтому для вас никогда ничего не работает, да, это что касается золота, поэтому, подытожим по золоту, глобально ожидаю снижения, пойдет оно с текущих, или еще будет перехай, вот этого уровня 1700, скажем, это время покажет, то есть нельзя сказать точку, мы трейдеры, мы отбираем точку входа, с коротким стопом, желательно, да, для того, чтобы поймать хорошее движение, дальше, что было интересного, еще на этой неделе, это нефть, по нефти, прошлую пятницу, я говорил, была дивергенция, да, но, не было точки захода, я уже объяснял, также формировался, по тренду, скажем, который у нас был, вот то, что мы обсуждали, это текущая неделя, это 4 марта, это еще, получается, прошлая среда, я обсуждал с учениками, эту картинку я показывал, что ожидал, также, в шорт, нефти, это была дискуссия у нас, с Алексеем, в принципе, то, что я нарисовал, смотрите, не по спарту, то есть 4 марта, вот у нас такие движения, да, то есть паттерн на шорт, и вот сделка Алексеем, это с прошлой пятницы, смотрите, взял более, чем 300 пунктов движения вниз, по данному паттерну, он два раза шортил, первый зашортил, он у него был вот здесь, смотрим, да, он взял небольшой профит, по безублетку здесь, с небольшим минусом, это первый вход, и второй вход, который я нарисовал, он воспользовался, вошел, и взял движение в 350 пунктов, то, что касается нефти, да, то есть я говорил, что о возможном логе, но нужен, просмотрите, просмотрите предыдущий обзор, нужен хороший паттерн, для того, чтобы торговать какую-то точку ухода, не просто тупую там, и так далее, слушай, поэтому, если вы смотрите обзор, нужно еще дополнительно понимать, вот эти паттерны, паттерны, чтобы понимать, их, скажем, можно изучить, скажем, на обучении, которое, скажем, я провожу индивидуально, не хруповое, я с рукой занимаюсь индивидуально, с каждым обсуждаю вот эти все модели, паттерны, которые мы торгуем, как для дейтрейдинга, для среднесрока, вы можете изучить, пишите, если будут какие-то вопросы, мы можем это все обсудить. Дальше, нефть, также на текущей неделе, что мы обсуждали, вот у нас, это было тоже на днях, это было 11 марта, мы обсуждали с ребятами, возможно, возможно снижение, оно, в принципе, произошло, но не такое большое, как дальше было, это уже в открытом клубе, мы обсуждали, картиночка до, да, и на текущий момент у нас, нефть, торгуется ниже уровня 35, я бы здесь, такие уровни взял, ключевые, 35 и 30-30, да, это нижние конец, у нас здесь сильный нисходящий тренд, и я бы наблюдал, как я сказал, за 35 и за 30-30 уровня, здесь нужно, я думаю, что будет дальше какая-то проторговка, она уже происходит, и нужно смотреть, что будет происходить, выйти выше уровня 35, будет дальнейшее движение вниз, если сделаем ложный 35, движение вниз, также наблюдаем за уровнем 30-30, если произойдет закрытие ниже данного уровня, рассматриваем, если сделаем ложный, можно работать в данном диапазоне, здесь очень понятная ситуация, вопрос сейчас по нефти, вопрос сейчас многих стоит по поводу ГЕПа, который был по нефти, он возможно закроется, конечно, закроется когда-то, но через какие, скажем, цены, через, мы сходим еще на 25-20, и пойдем дальше закрывать, или с текущим, я нарисовал уровни, и что у нас торговать, дальше, косяк, который у меня был, на прошлой неделе, на этой, это по канадскому доллару, здесь не отработалась дивергенция, это специально делаю подмету для красного Порше, здесь не было паттерна на шорт, я шортил, получил стоп, получил стоп чуть больше, дежели я ждал, потому что был у нас ГЕП, на самом деле, здесь шорта не было, скажем, хорошего, и я ошибся, я думаю, что это связано с тем, что на тот момент, меня сбило с толку, иногда это сбивает, я напомню, что еще на прошлой неделе, на позапрошлой, я говорил, что рассматриваю лон, евро, фунт, и так далее, и, скажем, думал, и канадский доллар пойдет, скажем, на рост, ослабление доллара, но здесь, скажем, вот это сбило меня с толку, потому что здесь рисовались достаточно хороший паттерн на блон, и, скажем, здесь я признаю косяк по данному инструменту, здесь даже хорошие лонги формировались, но, с учетом того, что прошлые прогнозы у канадцев очень хорошо отработались, напомню, вот здесь вот эти лонги отработались, и, в принципе, здесь была аналогичная ситуация в прошлую пятницу, и, скажем, я ее проморгал, сказал, почему, поэтому здесь ошибочка вышла по данному инструменту. Пока канадский доллар не трогаем. Так, обсудили в основном основные инструменты, еще осталось у нас по фунту, фунт у нас сделал чудеса, в принципе, напомню, с прошлой пятницы я говорил, что я жду фунт клон, он, в принципе, отрос, цель я говорил в 32, и, возможно, выше, но, скажем, дошли до 32, и дальше сильное падение, скажем, вот эти лонги я показывал еще сделки с прошлой пятницы, я, скажем, определенную часть забрал, шорт я не торговал, потому что не рисовались хорошие паттерны дневные на шортовый момент. На текущий момент что мы имеем? Мы имеем сильное падение, и сейчас, возможно, какой-то отскор. Такое я не торгую, будем смотреть, что здесь формируется. Похоже, что это все на какой-то шорт с дальнейшим формированием. Уже нужно будет по факту смотреть. евро-доллар, по евро-доллару аналогично, напомню, говорил о лонгах, прошлой пятницы, если закроемся выше 1.12 и так далее, то у нас, в принципе, будет смотреться ситуация в лонгах, мы, в принципе, очень хорошо отросли, еще с прошлых обзоров в 1.08 на 1.15, 700 пунктов по евро, это, скажем, подарок за последние несколько лет такого движения. Я говорил, что, если у нас пойдет сильное, скажем, такое движение наверх, если пойдет сильный импульс низ, то, в принципе, у нас возможен шорт. Он произошел, получается, во вторник, вот, в принципе, формировали откат, но, скажем, я это движение не брал, потому что был сконцентрирован на торговле по золоту и S&P 500. Поэтому, в принципе, идея, что вон, что шорт отработал, а на текущий момент по евро-доллару у меня ощущение, что здесь будет формироваться шорт как и по фунту с дальнейшим движением вниз, но как минимум в район 10. 50. Мы будем смотреть по, скажем, по мере, что здесь нарисуется. На текущий момент у нас графики сильно отпросили, отпадали по некоторым инструментам. Здесь нужно проторговку. В моменте торговать какие-то штуки не будем. Поэтому на этом закончим. Еще хотел посмотреть у нас, что у нас там по Wix. Кстати, если кто помнит, на протяжении всей зимы я говорил вам о таком инструменте, как индекс страха, что это пока здесь был сформирован очень длинный паттерн, мы его два года формировали с хорошим уровнем двенадцать. И скажем, это также является дополнительным сигналом по развороте рынка. Здесь было несколько сколько, очень был хороший паттерн, я уже с ребятами всю зиму мы обсуждали и вот у нас подарочек, скажем, рост на 60 это более 500%, это если с плечом, то это колоссальный патент на рынке больше нельзя было заработать по сравнению с индексом страхом. В некоторых брокерах есть доступ к торговле данным активом, не помню, есть ли в маркет данные активы нужно уточнить этот вопрос, поэтому можно на этом также очень хорошо зарабатывать. Такого падения скажем, роста не было еще с 2008 года, вот если мы посмотрим сейчас недельный график, а нет, у нас получается 2008 у нас был на пике 70, у нас пик 60, да, вот у нас смотрите какой рост, в принципе вот дополнительные вот такие факторы, которые я говорил о паре рынка, у нас рынок сантимент перекуплен, викс показывает модель, которую мы изучаем с вами, не только просто потому что он находится на минимумах, смотрите, такой модели как здесь вот в данном моменте красивых не было, вот эти модели все торговые паттерны мы изучаем на авторской стратегии модельный трейдинг, вы можете изучить их, чтобы понимать куда рынок смотрится и принимать какие-то решения, ну и что еще можно затронуть, можно затронуть еще скажем Tesla, акции акции Tesla вот у нас сейчас дневной график мы подключим, говорилось, что это еще месяц назад признаки пузыря, то есть вертикальный рост и ожидаем снижение вниз, я эту штуку не торговал, потому что здесь очень все красиво, ну просто для понимания говорю, что здесь скорее смотрелось на шорт, потому что многие можно покупать и так далее, в принципе я не исключаю скажем это же особо мою мнение, оно в принципе отработалось, что будет в дальнейшем формате, мы посмотрим, ну скажем снижение с уровня тысячи там 800 долларов можно было рассматривать шорты и неплохо прокатиться вниз, в чем опасность акций Тесла смотрим здесь открытие гепов такие бывают, поэтому скажем для среднесрочного трейдинга возможно, но есть большие риски можно славить геп в любую сторону, поэтому вот этого не застрахован никто. Также очень интересный момент был по рублю, я думаю, что есть трейдеры, которые торгуют рублем, те трейдеры, которые живут у нас, проживают в России вот у нас скажем картиночки такие я показывал сейчас не буду долго их искать я за последнее время у нас была дискуссия осенью осенью прошлого года 2019 года у нас была дискуссия с трейдерами по поводу рубля очень жесткая я входил в ту категорию трейдеров которые рассматривали очень сильное ослабление рубля в среднесрочной перспективе и как видим с уровня это было в районе 63 рубля движение на 75 произошло и исключаем что возможно будет дальнейшее движение вниз точнее вверх и так далее поэтому после такого набора позиций было скажем понятно что скажем в рублях как говорят дна нет и поэтому это в долгосрочной перспективе здесь только нужно было насладение и держать свои скажем сбережения не в сберкассе а в долларах дома под подушкой трехлитровой банки на рубле закончим с вами был Виталий Кухт будет вопрос пишите в комментариях если будет вопрос личного характера на сайте есть указаны мои контакты с удовольствием отвечу всем спасибо до свидания до следующего обзора фракции вам 吊 как